Привет, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о снах. Эта тема очень важная, довольно много времени мы спим, и мы видим различные сны. На первом уроке я просто делился с вами, кто это за старцы, кто такие старцы, и какими снами они вразумляются на самом деле, если посмотреть с оригинала. И я верю, становится намного ясно, что имеет в виду Господь, когда Он поместил это непосредственно Слово, это местописание в тот контекст. Сейчас я хочу поговорить, поделиться о такой простой теме, как кошмары. Кошмарные сны, ночные кошмары. Бытует общее мнение, что сны приходят из трех источников. Сны приходят от Бога, сто процентов. Сны являются частью нашего произведения, наше производное. То есть сны приходят в нашу жизнь от нас самих. И третье, что сны приходят от дьявола, или от бесов, или от духов. И я, к сожалению, не нашел ни одного местописания, которое конкретно говорит, что сны могут приходить от дьявола, или от бесов. Дьявол, бесы, духи, колдовство и т.д. и т.п. могут приходить ночью. Но дьявол не является источником снов. Он не дает свои собственные сны никому. Даже когда мы говорим о кошмарах или страшных таких снах, ночных кошмарах, мы говорим о том, что дьявол может, или бесы и демоны могут использовать место, которое человек дает им, и быть как бы соучредителями в кошмарных снах. Но это не то, что кошмарные сны приходят от дьявола. Есть нечто в человеке такое основное, как страх. Разные виды страхов. Или определенная травма, которая также приводит к страху. И вот это семя страха, и вот эту дверь страха дьявол и бесы и используют для того, чтобы участвовать в кошмарных в кошмарах ночных или в кошмарных снах. Поэтому сам человек он также является инициатором своих собственных кошмаров через определенные вещи давая власть дьяволу. Притча 3.24 говорит 3.24 говорится Когда ляжешь спать не будешь бояться. И когда уснешь сон твой приятен будет не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых когда она придет потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. И мы видим здесь что это то что хочет Господь дать нам. Он не хочет чтобы кошмарные сны приходили и проявлялись в нашей жизни. Воля Божия и не только в этом месте но мы потом будем смотреть и другие места чтобы сон наш был сладок и приятен. Поэтому да в кошмарном сне может играть роль дьявол и бесы но они не являются источником кошмаров. Они участвуют используя власть которую сам человек дает когда он дает им место посредством страхов каких-то волнений беспокойств и паник которые он в себе носит и от которых о которых он сам в себе размышляет. А от кошмарных снов нужно избавляться. Надо получать освобождение и это не только изгнать бесов но избавиться от этих внутренних страхов и проблем. Потому что некоторые люди могут даже иметь мысли самоубийства и желать покончить жизнь самоубийством из-за обилия определенных кошмарных снов. Иов 17 глава 7 глава Иов прошу прощения Иов 7 глава 13 16 стихи Давайте посмотрим Когда подумаю Утешит меня постель моя Унесет горесть мою ложе мою Ты страшишь меня с нами И видениями пугаешь меня Он думал что это Бог Но мы знаем кто это был Потому что Иов имел проблемы с страхом То чего я боялся то и постигло на меня То чего я страшился он говорил то и пришло ко мне И он говорит как результат И душа моя желает лучше прекращения дыхания Другой перевод говорит удушение Я лучше удушу себя придушу себя Лучше смерти нежели сбережения костей моих опротивила мне жизнь Вот такие ситуации бывают Давайте посмотрим Иов 4 глава 12 и 14 стихи И вот ко мне тайно принеслось слово И ухо мое приняло нечто от него среди размышлений о ночных видениях когда сон находит на людей объял меня ужас и трепет и потряс все кости мои и дух прошел надо мною дыбом стали волосы на мне он стал но я не распознал вида его только облик был перед глазами моими тихое веяние и я слышу голос и этот дух ему что-то сказал конечно я верю в этом случае это не был божий дух но опять-таки мы видим что дух связан кошмары они связаны со страхами или какими-то травмами и это не обязательно видеть каких-то духов видеть каких-то чудовищ а некоторые из моих кошмарных снов которые были это уроки математики потому что я терпеть не мог математику в школе уроки математики и какие-то тесты по математике контрольные работы и мне надо готовиться и я ничего не помню не знаю время истекает или некоторые другие мои кошмары были связаны с армией когда я нахожу себя во сне еще в армии и во сне осознаю что я не должен быть в армии сейчас потому что я в свое время уже в армии отслужил и когда такие неприятные сны видишь хотя вроде бы спишь всю ночь но просыпаешься утром и у тебя недостаток сил упадок сил и целый день такой иногда проходит не в очень таком состоянии если не научиться разбираться с такими снами поэтому душа чем наполнена душа чем наполнено сердце если это особенно страхи особенно волнения беспокойства паники какие-то ужасы человек размышляет о каких-то проблемах это дает место дьяволу и бесам или участвовать во сне или также проявляться потому что место им дано но сам по себе никакой сон вот так вот от дьявола просто не приходит этому нет подтверждения в месте нету подтверждения в местах писания бог не дал нам духа боязни но силы любви и целомудрия поэтому победите ваши кошмары возьмите места писания обетования каким должен быть наш сон что бог отдает обетование что нам нечего бояться паники ужаса страха внезапного во сне что наш сон должен быть приятный и во сне мы должны продолжать наше общение с богом и взаимодействия с богом благословений вам дорогие спасибо Продолжение следует...